Глава города Сергей Горобченко озвучил итоги работы в каждой сфере деятельности органов местного самоуправления. Основные результаты социально-экономического развития Лангипаса по сравнению с показателями прошлых периодов имеют положительную динамику. Превысил на 5% показатель по сравнению с 2021 годом оборот розничной торговли. В 2022 году он составил 6,5 млрд рублей. В численность занятых в экономике по итогам 2022 года составила 25 тысяч человек или 55% среднегодовой численности населения. В сфере малого бизнеса и предпринимательства занято 8,5 тысяч человек. Население Лангипаса в 2022 году увеличилось более чем на 1%. Рост небольшой, но показательный. И так на протяжении нескольких лет. Рождаемость в городе превышает смертность. В прошлом году в Лангипасе появились на свет 430 малышей. Мальчиков больше, чем девочек. В результате общая численность населения сегодня составляет порядка 46 тысяч человек. На 8,5% увеличилась среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего на крупных и средних предприятиях города. И сумма составила 79 тысяч 700 рублей. На 3% выросли среднедушевые денежные доходы населения. Положительным фактором является также отсутствие просроченной задолженности по заработной плате перед работниками организаций города. В 2022 году увеличился объем платных услуг населению почти на 4% и составил 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Экономика устойчива. Не смогли пошатнуть ее и новые экономические реалии. Объем промышленного производства вырос и составил более 21 миллиарда рублей. Уровень же безработицы, напротив, сократился почти вдвое. Сегодня на учете состоят 26 человек, а вакансий 400. Уделил внимание глава города и работе в рамках соглашения между нефтяниками Лукоила и правительством Югры. Значимый такой объект – это строительство лыжной базы, лыжной трассы с приобретением оборудования, инвентаря. Все это будет новое. Лыжная трасса включает с собой стартовый городок и саму трассу протяженностью более 3 километров. При этом хотел бы подчеркнуть, что этот объект может быть использован круглогодично, поскольку в летнее время трасса будет выступать за асфальтированный участок полтора километра, и будет возможность для участия в лыжной рулере. Кроме того, финансовые средства были выделены на ремонт, покраску, отделку фасадов, кровель зданий. Всего приведено в порядок 9 объектов, а также проведено асфальтирование в четырех дворах города. Произведена подсветка 16 жилых домов и зданий. Доклад действительно очень большой, насыщенный. Все цифры, которые мы хотели увидеть, они есть, они преподнесены достаточно красиво в плане слайдов. Мне, как депутату, конечно, очень приятно то, что вопросы, которые задавались ранее главе города, были рассмотрены, на них даны ответы. Из 16 поручений, как было уже сказано, 13 поручений уже выполнены, 3 поручения находятся в работе. Как человек, у меня, конечно, как жителю города, очень приятно видеть, как расцветает наш город. Но больше всего меня, наверное, заинтересовало взаимодействие администрации и жителей. Ведь все наши помыслы и чаяния администрация, услышав, может их воплощать в жизнь. Поэтому таким образом город становится более комфортным для нас, жителей. И я вижу серьезные шаги со стороны администрации. Администрация научилась слышать и слушать людей. И благодаря этому контакту, полноценному, прямому, позитивному диалогу, мы видим, насколько динамично изменяется наш город в лучшем направлении. В завершении встречи Сергей Горубченко поблагодарил всех присутствующих за совместный труд, который делает наш город стабильным, а жизнь горожан комфортной. Алина Нощенко, Тимур Зигангиров. Наши города.